Здравствуйте! В эфире новости на СБС. Меня зовут Руфат Халапов. В начале выпуска коротко о главных темах. Преступление против человечности, которое не получило должной правовой оценки со стороны мирового сообщества. Прошло 105 лет со дня геноцида учененного армянами в отношении азербайджанцев. Взаимная поддержка и солидарность. Вопросы сотрудничества на двусторонних и многосторонних платформах обсудили Джейхум Байрамов и президент Палестинского государства Махмуд Аббас, которые накануне провели встречу. Уничтожение природных ресурсов и загрязнение рек. Сахиба Гафарова с трибуны Генассамблеи ООН рассказала об экологическом терроре, учененной Арменией. Финляндия войдет в Североатлантический альянс. Парламент Турции единогласно одобрил законопроект о ратификации протокола вступления Финляндии в НАТО. Для повышения конкурентоспособности местной продукции реального сектора экономики рекомендовано оптимизировать таможенные, пошли, насилье и товары, используемые в местном производстве. Этот вопрос выходит на очередном заседании экономического совета Азербайджана. Вопросы сотрудничества, в том числе текущая ситуация в регионе, обсуждались накануне в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамва с президентом палестинского государства Махмудом Аббасом. Азербайджанский министр подчеркнул, что между двумя государствами развиваются отношения, основанные на дружбе, солидарности и общих ценностях. Выражена уверенность в том, что создание представительского офиса Азербайджана в государстве Палестина будет способствовать дальнейшему развитию отношений. Джейхуна Байрамва рассказал и о текущей ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном. Было доведено до сведения, что постоянные провокации, совершенные Арменией, невыполнение возложенных на нее обязательств, являются препятствием для мирных и созидательных усилий Азербайджана в регионе. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Министерство иностранных дел Азербайджан продолжит принимать меры по прекращению безнаказанности в существующих международно-правовых рамках, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана. Мартовский геноцид 1918 года – одна из трагических страниц истории Азербайджана. 105 лет назад армянские националисты учинили резню мирного населения Азербайджана, уничтожили целые села и города. От рук дошнаков, по разным сведениям, погибли от 50 до 100 тысяч человек. В период с 31 марта по 3 апреля 1918 года более 50 тысяч человек, преимущественно мусульман, были с особой жестокостью убиты в Баку, Гяндже, Шамахе, Нахчеване, Карабахе, Зангизуре, Ленкеране и других регионах Азербайджана. Большевистско-дашнакские отряды убивали всех – от младенцев до стариков. На этих территориях были разрушены архитектурные и исторические памятники, села и города были сожжены до основания. По своим масштабам геноцид 31 марта 1918 года стал одним из самых страшных преступлений против человечества в истории. В конце 19 века армянские националисты в целях реализации так называемой мифической идеи о Великой Армении начали осуществлять массовые этнические чистки, депортации, а также геноцид азербайджанского народа. В марте-апреле 1918 года в городе Баку и других городах Бакинской губернии десятки тысяч людей были зверски убиты по этнической и религиозной принадлежности. По некоторым фактам и источникам, жертвами геноцида азербайджанцев 1918 года стали более 100 тысяч азербайджанцев. Согласно исследованиям, проведённым азербайджанскими и зарубежными специалистами, в одном только городе Шамаха и её окрестностях было убито более 20 тысяч человек. Число изгнанных из Шамахинского уезда составило более 18 тысяч человек. Общественный и политический деятель, народный комиссар иностранных дел Азербайджанской ССР Нариман Нариманов писал о шамахинской резне следующее. Находившиеся в Баку вооружённые отряды убивали всех азербайджанцев независимо от возраста и пола. Они совершили преступления, не имеющие аналогов в мире. Детей кололи штыками, рубили кинжалами, людей собирали в мечети и сжигали. Для меня стало ясно одно – советская власть Баку зависит от дашнаков. Было ясно и то, что после всех этих звер, совершённых армянскими бандитами против азербайджанского населения, пролетариат Азербайджана имел право отвернуться от советской власти. Наглядным примером армянских звер стало массовое захоронение, обнаруженное в Губинском районе Азербайджана в 2007 году. В результате археологических исследований, проведённых специалистами Национальной академии наук Азербайджана, было определено, что захоронение относится к периоду мартовского геноцида 1918 года. Было выявлено, что более 400 человеческих останков относятся к разным возрастным группам, причём не только азербайджанцев, но и лесгинов, евреев, татов и других этнических групп, компактно проживавших в Губе. Полутора тысячи отряд Амазаспа прибыл в Кубу, в котором население составляло из азербайджанцев, лесгин, малакан, ну и евреев, которые жили в Красной Слободе. И вот этот отряд уничтожал сёла, уничтожал людей, истреблял их. И результатом этого истребления явилось огромное количество жертв, которые были обнаружены в ущелье Шеми. И в результате проведенного исследования было обнаружено, что людей просто подводили к этому месту, к этому ущелью, и убивали их выстрелы в затылок, как это обычно притягивали нацисты в годы Второй мировой войны. К сожалению, геноцид 1918 года является не единственным преступлением армянских националистов по отношению к азербайджанскому народу. Истребление мирного населения началось ещё в конце XIX века и продолжалось на протяжении всего XX столетия. За этот период были убиты сотни тысяч азербайджанцев. В результате четырёх волн депортации с родных земель был изгнан почти миллион человек. Армения – это мононациональное государство, и понятно почему. Они не хотят признавать те преступления, которые совершили. Сегодня политика, проводимая Азербайджаном, направлена на то, чтобы весь мир, всё мировое сообщество узнало о тех преступлениях, которые совершила Армения как фашистское государство в отношении азербайджанского населения. К сожалению, все эти события как бы остались забытыми, но сейчас мы должны это помнить. Мы должны помнить это всегда. Мы должны знать, что можно знать от наших соседей, которые, в общем-то, не стали лучше. Они остались такими же, какими они были. И несмотря на то, что они потерпели страшное поражение, надо ожидать от них любой подлости, на которую они способны. Впервые 31 марта был объявлен Днём национального траура в 1919 году в период Азербайджанской демократической республики. После распада АДР в период советской власти геноцид, учинённый армянами, был представлен как гражданская война. За почти 70 лет существования Советского Союза мартовский геноцид так и не получил должной исторической оценки. Лишь после обретения Азербайджаном независимости 31 марта был объявлен Днём геноцида азербайджанцев. Соответствующий указ был подписан общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Эллада Мамедова, CBC. Организация Тюрских государств поделилась публикацией в твиттер-аккаунт «В связи с Днём геноцида азербайджанцев». С глубоким уважением чтим память всех погибших в тех трагических событиях, говорится в публикации. Тему продолжим с доктором философии в области права, экспертом по международному праву Эльгином Сафаровым. Эльгин Мамедов, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы знаете, прошло 105 лет с мартовского геноцида и до сих пор Азербайджан не увидел должную реакцию мирового сообщества. Есть ли правовые механизмы для привлечения армянской стороны к ответственности за совершенные преступления? Правовые механизмы существовали всегда, и на данный момент мы видим деятельность этих правовых механизмов в отношении других конфликтных ситуаций. К сожалению, не относятся к решению азербайджанской проблем, так скажем, да, предыдущих конфликтов, вооруженных конфликтов с Арменией, например. По сегодняшний день нет реальной юридической оценки в отношении этого конфликтной ситуации. К сожалению, не со стороны ООН, не со стороны международного суда, уголовного суда и так далее других организаций. Но есть выход из ситуации, я думаю, что в течение 20 века было совершено со стороны царской России, а потом уже со стороны советской России. И руками Дашнаков, руками армянского правительства, этическая чистка, расовый дискриминат на основе этнической и религиозной приоруженности населения. И это не только было совершено в отношении мусульман, тюрков, азербайджанцев, но и также были эти резни совершены против евреев, лизгинов, русских и других национальных приоружений, которые жили на территории Азербайджана и на территории тогдашней Армении, то есть Армянской ССР. Или же тот момент, когда существовало определение до создания Армянской ССР, было другое государство, мы знаем, и территориальные изменения были совершенно другие. И когда мы говорим о юридической преодолевании, о юридической экспертизе, о юридических решениях в этих вопросах, я думаю, надо учитывать о том, что продолжать свою работу, по тому, чтобы собирать эти факты и представлять их международной организацией. Пока еще я думаю, что эта работа только набирает темпы, потому что есть количество, есть статистика, но она не точна в данный момент, потому что было совершено 4 депортации только в течение 20 века, в рамках которого есть брать общим характером населения различное количество статических данных. Например, когда мы говорим о депортации 48-52, примерно 150 тысяч. Когда мы говорим о депортации последней, статистка примерно 250 тысяч. То есть деятельность в этом направлении должна продолжаться, мы должны собирать факты, даже снимать документальные фильмы в этом отношении, а в дальнейшем уже, используя опыт еврейской общины, Израиля, например, используя опыт других государств в этом направлении, уже обращаться международные организации, которые должны в конце концов дать свою юридическую оценку этому вопросу. Потому что когда мы говорим резню, она не только была совершена в 2018 году, я думаю, и мы все об этом знаем, резня совершалась в течение 20 века против азербайджанского населения, живущего не только на современной территории Азербайджана, но и на современной территории Армении, которая признана в рамках ООН границах. И территория азербайджанского населения, которым было совершено, это резня, ареал очень большой. То есть Южный Кавказ, где азербайджанцы, тюрки представлялись, и были совершены массовые нарушения в отношении именно религиозной и этнической приоритетности, было, я думаю, в рамках и в Армении совершенно против азербайджанцев, и в Азербайджане современном, и в других регионах Южного Кавказа. К сожалению, это не единственное преступление Армении в отношении азербайджанцев. На протяжении 20 века вооруженные армянские бандформирования совершали военные действия и акты геноциды. При этом, при всем, на международной арене Армения пытается обвинить Азербайджан в каких-то несуществующих военных действиях. И хотелось бы узнать, какую цель таким поведением пытается добиться Армения, чего она добивается, вот так выставляя себя на международной арене. Деятельность армянского правительства понятна, они пытаются выйти из ситуации, потому что 30 лет агрессии, только когда мы говорим о конфликте между Азербайджаном и Арменией в вопросах Карабаха, последние только 30 лет, что азербайджанская территория находилась под агрессией армянских вооруженных сил, говорит о том, что Армения, само собой, после поражения и после капитуляции, должны быть приняты нормы со стороны ООН, со стороны других организаций, не только в рамках мильного соглашения, которое будет подписано, само собой, между Азербайджаном и Арменией, но и со стороны международных организаций. К сожалению, по сегодняшний день мы не видим этих решений. Я думаю, что в этом направлении армянское правительство пытается лоббировать, уйти от этого вопроса другими конфликтными ситуациями, что Азербайджан, как бы Азербайджан приводит к тому, что является нарушителем этих норм. Но мы видели и мы являлись свидетелем того, что не только мы, наши родители, наши деды, наши прабабушки, что армяне долгие годы, долгие десятилетия ввели в эту политику. И факт того, что сегодня в Армении нет ни одного азербайджанца, то, что была проведена полностью этническая чистка и религиозная чистка местного населения, говорит о том, что эта политика ничему не приведет саму Армению. И реальные международные организации должны сегодня принять решение в этом отношении. Почему нет сегодня в Армении ни одного местного жителя, который жил там веками. И последние 150-170 лет жителей там, и переезд туда армянского меньшинства, и превращение в рамках 19 века и 20 века в большинство, а потом полное уничтожение местного населения, это азербайджанцы, мусульман, тюрков, мусульман, говорит о том, что Армения и политика, которая совершалась армянскими руками, но которая ввела царской России и советской России, должна быть юридически закреплена и должна быть дана юридическая оценка со стороны международных организаций. Поэтому мы должны продолжать свою работу, как уже господин президент Ихамалиев сказал, эти факты надо переводить на английский, на французский, на арабский языки, представлять международную организацию и вести эту работу продолжительно. Step by step, ты говоришь, шаг за шагом. Благодарим вас, Эльгимал. Спасибо. С нами на связи был доктор философии в области права и эксперт по международному праву, Эльгин Сафаров. Первый визепрезидент Азербайджана Михрибан Алиева поделилась публикацией на своей странице в Инстаграм по случаю 31 марта. Дня геноцида азербайджанцев. В 20 веке в отношении азербайджанцев были совершены многочисленные военные преступления со стороны армян. В марте-апреле 1918 года совершен геноцид в отношении азербайджанцев. В результате учиненные армянами в Баку и других городах Азербайджана Резни были убиты тысячи азербайджанцев. Сотни населенных пунктов были разрушены и сожжены. Идея создания Великой Армении окончательно затуманила рассудок армян. Именно в погоне за незравой мечтой армянские бандформирования пролили кровь десятки тысяч невинных людей. На почве этнической и религиозной неприязни преступники руками, испачканными по локоть в кровь детей, женщин и беззащитных стариков уничтожили и населенные пункты, исторические памятники, а также мечети и кладбища. Говоря о геноциде азербайджанцев, вспоминается огромное количество зверств, которые армяне учинили на территории Азербайджана. Одним из них стали мартовские события 1918 года. Вооруженные до зубов бандформирования учинили резню в Баку, Шамахе, Губе, Гюйчае, Кюрдамире, Сальяне, Лянькеране и других регионах. В убийстве мирных жителей в Баку 31 марта участвовали 6 тысяч солдат Баксовета и 4 тысячный вооруженный отряд партии Дашнакцутюн. Геноциды 31 марта – это преступление вовсе не одного дня. Оно совершалось на протяжении многих лет. В 1918 году в Зангизуре, Карабахе, Шамахе, Аксу, Курдамире, Лянькеране, Нахчеване, а также в Ириванской губернии и в Шамахе было убито огромное число мирных жителей. В конце 20 века весь мир также стал свидетелем зверств армян, которые беспощадно убивали ни в чем не повинных людей. Преступления против азербайджанцев со стороны армян продолжались на протяжении всего прошлого века. Сто лет назад армяне совершили акт геноцида в Восточной Анатолии, на Южном Кавказе, а также на юге Азербайджана. Причем убивали исключительно мирных жителей. Среди массовых преступлений, совершенных армянами в отношении азербайджанского народа, ходжалинский геноцид выделяется своей античеловеческой сутью, чудовищной жестокостью и беспощадностью. Окупация Ходжалы преследовала цель получить стратегическое преимущество и возможности для захвата других городов Карабаха. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при содействии 366-го мотострелкового полка Советской армии начали штурм города. В этой резне были убиты 613 человек, среди них 106 женщин, 70 стариков. 8 семей были полностью уничтожены. 1275 человек были взяты в заложники. О судьбе многих пленных до сих пор ничего не известно. 25 детей стали круглыми сиротами. Армянские банформирования, окончательно доказав свою бесчеловечность, жестоко убивали пленных и раненых, съемали скальпы, отекали головы и другие части тела, выкалывали детям глаза, протыкали штыками животы беременных женщин, заживо сжигали и хоронили людей. Передать весь ужас, который пережили мирные жители Ходжалы в ту ночь, словами просто невозможно. Эти чудовищные деяния уже никогда не стереть из памяти тех, кому чудом удалось остаться в живых. В ту ночь вся моя семья была там. Армяне расстреливали всех подряд, несмотря ни на что. Моей сестре было 60 лет, она тоже стала жертвой армянского зверства, как и мой сын с его супругой. Ей на тот момент было всего 19 лет, и она была на восьмом месяце беременности. Они расстреляли ее. Не удалось вывезти из дома тайком троих моих дочерей и супругу. Было 11 часов вечера. Мы не успели ни одеться, ни обуться, мы просто бежали. И пока мы бежали, мы видели сотни трупов. Нам удалось спрятаться в лесу, где мы пробыли 9 дней без еды, легко одетые в февральскую стушу. Снег, мороз, голод. Мы вытерпели все, пытаясь выжить. Азербайджанский народ до сих пор помнит и чтит память всех, кто стал жертвами геноцида, чинимого армянскими варварами на протяжении всего 20 века. За своих соотечественников доблестные сына Азербайджана отомстили на поле боя. Под руководством Верховного Главнокомандующего президента Азербайджана Ильха Малиева в ходе 44-дневной войны армия Азербайджана в пух и прах разгромила оккупантов. Армяне проявили всю свою трусливую сущность и в этот раз, когда не сумев сражаться на равных с воинственными сынами Азербайджана, бросились бежать, оставив на поле боя даже своих раненых солдат. По всей видимости, храбрости варваров хватает только для убийства детей, стариков и женщин. 20% международных признанных территорий Азербайджана подверглись экологическому террору со стороны Армении. Об этом заявила спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в своем выступлении на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН о роли нулевых отходов как преобразующего решения в достижение цели устойчивого развития. Сахиба Гафарова также отметила, что Азербайджан уделяет особое внимание защите окружающей среды. Армения уничтожила леса и заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы на территории Азербайджана, загрязняла трансграничные реки. После освобождения оккупированных территорий в 2020 году Азербайджан начал широкомасштабную реконструкцию на этих землях. В настоящий момент идет строительство городов и поселков в Карабахе и восточном Зангизуре в соответствии с концепцией «умное село». Уделяется особое внимание зеленой энергетике и отказу от выбросов в окружающую среду. Первый яркий пример такого успеха Азербайджана – село Агалы Зангеланского района, которое уже стало домом для бывших вынужденных переселенцев. В ходе своего выступления Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан продемонстрировал поддержку резолюции, выступив спонсором декларации о глобальном климатическом обязательстве по безотходному производству во всем мире. Спикер Азербайджанского парламента также выразила удовлетворение своим участием во встрече с высокого уровня, созванной по инициативе имена Эрдуган, супруги президента Турции Реджепа Таипа Эрдугана. Для меня большое удовольствие выступать на встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по такой важной проблеме, учитывая непрекращающиеся вызовы, стоящие перед человечеством. В контексте этой инициативы мы несем общую ответственность за то, чтобы сделать мир лучше для жизни нынешнего и будущих поколений. В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, были проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями Азербайджанской армии. В ходе учения отработаны действия по занятию огневых позиций и приведению минометных и артиллерийских подразделений в боевой режим. Условные цели были уничтожены с высокой точностью, а поставленные задачи успешно выполнены. Основной целью учения является повышение практических навыков личного состава по современному, своевременному и точному выполнению задач с применением огнестрельного оружия, а также совершенствование навыков управления со стороны командного состава. Азербайджанской армии Азербайджанской армии Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло в ходе пленарного заседания парламента. Об этом сообщают турецкие СМИ. Все участники собрания поддержали законопроект. Финляндия таким образом получила юридические основания для полноправного вступления в Альянс. Турецкий парламент последним среди 30 членов НАТО ратифицировал членство Финляндии после того, как законодательный орган Венгрии одобрил аналогичный законопроект на этой неделе. Теперь все члены организации одобрили кандидатуру в Финляндии. В ходе пленарного заседания турецкие депутаты отметили, что на этом этапе в отношениях Анкары и Хельсинки нет серьезных проблем с точки зрения учета интересов Турции в области борьбы с терроризмом. В то же время законодатели отметили, что Швеция, подавшая вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО, до сих пор не выполнила положение, подписанного с Турцией меморандумом и еще не готова стать частью Альянса. Результаты открытого голосования по законопроекту, предложенному депутатом Текирдага Мустафой Шантопом об утверждении протокола о ратификации Финляндии для вступления в НАТО, следующие. Голосовали 276, принято 276. Как парламент Турции мы поздравляем Финляндию и ее граждан. Предложение по законопроекту одобрено. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение парламента Турции о ратификации протокола о вступлении Финляндии в Альянс. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте, отметив, что присоединение Финляндии сделает Альянс сильнее и безопаснее. В Турции готовятся к проведению в стране президентских выборов. Накануне опубликован окончательный список кандидатов на эту должность. С подробностями о ходе президентской гонки из Турции к нам подключается мой коллега Турал Асади. Узнаем у него все подробности. Добрый день, коллеги. Да, действительно, в Турции данный процесс уже запущен. И официальные кандидаты уже избраны. Ими являются действующие главы Турции, главы госсилия Турдета Эпердоган, а также три остальных других кандидата. В первую очередь это председатель Народно-республиканской партии, представитель оппозиционной коалиции Кемал Калыштаров, ну а также председатель партии Мемликет, и глава коалиционной группы фракции Семен А. В частности, как раз-таки недавно на днях было объявлено о том, что кандидатура данных политиков уже подтверждена Центральный центр избирком Турции. И те претензии, которые выступили в отношении их кандидатуры, которые были отменены, и их кандидатура была подтверждена уже официально. И данное решение было также уже опубликовано в официальной газете, а это означает, что закон, решение данное вступило в силу уже с этой ночи, с сегодняшнего дня. И напомню, что выборы в Турции состоятся 14 мая, а сегодня уже продолжаются бурные обсуждения касательно кандидатуры каждого политика, всех четырех политиков. Здесь, безусловно, правительство, нынешнее правительство Эрдогана призывает граждан вновь проголосовать за его кандидатуру, за то, чтобы он в очередной раз стал президентом Турции и оправдывает это тем, что на протяжении того периода, пока президентом и целым главой государства являлся Реджер Эрдоган, страна сделала большой скачок, как экономический, так и политический скачок вперед, и в регионе, и в всем мире Турции сегодня признают как важную региональную и целомировую державу, которая может, например, общаться как с Россией, так и с Украиной по вопросам, связанным с урегулированием данного конфликта. И, с другой стороны, безусловно, здесь есть и свои претензии со стороны оппозиции. Некоторые оппозиционные лидеры, в частности Кемал Калычетар наоборот, обвиняют правительство в том, что оно слишком, например, активно работает в направлении сирийского конфликта, а правительство наоборот называет данный вопрос вопросом нацбезопасности и в этом смысле намеренно продолжить свои усилия. И, кстати говоря, данный вопрос, вопрос, связанный с Сирией, очень важный сегодня вопрос для внешней политики Турции. Раджоп Тейпердаган, как раз его выступая недавно, заявил о том, что Турция после того, как он, в случае, если он будет переизбран, продолжит антитеррористическую борьбу и в то же время продолжит свои меры по вопросу отправки обратно на родину сирийских беженцев. С другой стороны, например, есть партия ЭДП, это прокуртская партия здесь в Турции, и ее власть обвиняют в связях с террористической организацией ПКК, которая признана террористической не только Турцией, но и Соединенными Штатами, и Евросоюзом. И действительно, такие кадры, не скрываемые со стороны ЭДП даже, есть касательно того, как их лидеры и члены их партии проводили встречи с членами данной организации террористической, и в этом смысле правительство обвиняет вот данную сторону и в целом оппозицию, которая сегодня, например, намерена получить поддержку от как раз-таки ВПДП. Недавно Кемал Кылыч-Тароглу встречался с лидерами ЭДП, и он добился того, что они не выдвигают его кандидата на выборах. Это фактически означает то, что их избиратели поддержат Кемала Кылыч-Тароглу, возможно. Но здесь, безусловно, нельзя утверждать наверняка, потому что большая часть, огромная часть курдского населения здесь традиционно голосуют за Эрдогана в частности, за правящую коалицию, но, с другой стороны, безусловно, последователи ЭДП заявляют о готовности поддержать Кемала Кылыч-Тароглу. Ну, в целом, напомню вновь, что выборы состоятся 14 мая. Правительство заявило о том, что идет полная подготовка к тому, чтобы данные выборы прошли в спокойной, мирной и безопасной обстановке. И будем дальше следить за новостями. И уже 14 мая наверняка узнаем, кого в этот раз выберет в качестве главы государства турецкий народ. О президенте выборах в Турции рассказал наш специальный корреспондент из Турции Турал Асади. Саммит за демократию, проведенный по инициативе США, не имеет ничего общего с демократией. Иначе как объяснить факт того, что приглашенными участницами саммита стали такие страны, как Армения и Замбия и прочие сомнительные демократии третьего мира. Но зато не были приглашены Турция, Венгрия и Сингапур. Подробнее в сюжете. По инициативе США все же состоялся второй, так называемый, саммит за демократию. Стандарт приглашения стран-гостей был основан на дипломатических предпочтениях Вашингтона, и потому саммит не продемонстрировал ничего нового. Фальшивая демократия и реальная гегемония. В общей сложности США направили приглашение 120 иностранным правительствам принять участие в мероприятии, в основном по видеосвязи. Критерии для приглашенных оказались крайне расплывчато, поскольку у многих стран с западными демократическими политическими системами в списке попросту не оказалось. Так, на саммит не были приглашены Турция, Венгрия, Сингапур и другие, зато были приглашены Армения, Замбия и прочие сомнительные демократии третьего мира. Еще задолго до начала саммита США подверглись жесткой критике за столь странный выбор стран-участниц, но Госдепартамент отказался обсуждать критерии отбора. Если мы говорим о критериях выбора участников, понятно, что для любого такого мероприятия всегда будут возникать вопросы, почему те или иные государства там представлены, а другие нет, поскольку и сам критерий, собственно говоря, демократии тоже, в общем-то, растяжим. То есть мы можем видеть, в том числе среди участников нынешнего саммита, представителей стран, чье руководство оппозиция в этих странах обвиняет в нарушении демократических свободов. Столь странный выбор участников саммита вызвал многочисленные вопросы не только у международного сообщества, но и в самих Штатах. Авторитетнейшее американское издание Foreign Policy еще за несколько дней до начала саммита выступило с редакционной статьей, в которой задается вопросом о целесообразности проведения подобного мероприятия. Изначально саммит преследовал вполне благородной целью по продвижению демократии во всем мире и защите прав и свобод человека. Однако в числе приглашенных как на первый, так и на второй саммит не оказалось ряда стран, демократичность которых ни у кого не вызывает сомнений. В первую очередь это союзники США по НАТО, Турция и Венгрия. Учитывая все-таки, что отношения, например, между США и Турцией остаются сложными и учитывая, опять же, что в Турции приближаются общенациональные выборы президента и парламента, в данном случае приглашение, условно говоря, Раджепа Эрдогана или каких-то других представителей руководства Турции к участию в саммите, но было бы очень таким явным жестом, так сказать, серьезной оттепелью в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, что в принципе сейчас не наблюдается. Форрейн-полиси считает, что подобным выборочным подходом администрация Байдена не только дискредитировала саммит за демократию, но и в целом идея демократии во всем мире. В качестве примера приводится Индия, которая, по мнению различных международных организаций, все последние годы неуклонно скатывается от демократии к авторитаризму. В качестве последнего факта отхода Индии от демократических принципов можно отметить исключение из парламента лидера индийской оппозиции Рауля Ганди. При этом единственной его виной была критика в адрес действующего премьер-министра Нарендер Моди. Теперь одному из самых популярных индийских политиков запрещено баллотироваться в течение шести лет. Понятно, что для США взаимодействие с Индией имеет важное значение. Действительно, в рамках, в том числе, некоего противовеса влиянию Китая, в том числе в Азии и в Тихотянском регионе, мы можем отметить, что целый ряд сигналов со стороны США по отношению к Индии были вполне благожелательными и, в общем-то, выделяли эту страну на общем фоне. Понятно, что ценность Индии как партнера для Соединенных Штатов перевешивает ту критику со стороны оппозиции внутри самой Индии, которая может звучать в адрес премьера Нарендер Моди, в адрес действующего правительства. О какой объективности саммита демократии может идти речь, если в ней представлена такая подавляющая демократию страна, как Индия, и не представлена Турция с Венгрией? Продвигаемая нынешней командой Белого дома риторика «демократия против автократии» абсолютно несовместима с текущей внешней политикой США и международными политическими реалиями. Мало того, что у США огромное количество партнеров из авторитарных и полуавторитарных стран, так теперь у Вашингтона возникли противоречия с демократическими странами, которые не хотят участвовать в грязной игре штатов и их глобальном соперничестве. Американские дипломаты отмечают, что внешняя политика США перестала быть гибкой, а формулировка «демократия против автократии» рискует и вовсе лишить страну многих партнеров. Вместо того, чтобы риторически делить мир на противоборствующие лагеря, США должны быть открыты для улучшения отношений с как можно большим количеством государств, независимо от их уровня демократии. Кроме того, другие демократические правительства имеют свои собственные национальные интересы, и они не собираются жертвовать этими интересами только потому, что США и их европейские союзники говорят, что это необходимо ради более широкой идеологической цели. Если США действительно уважают другие демократии, они должны признать, что те могут придерживаться разных и даже противоположных взглядов на важные международные события. США не следует обманывать себя, полагая, что они говорят от имени всех демократических государств. Вашингтон может проводить хоть тысячу саммитов демократии, но неуважение к чужому мнению и суверенитету стран есть не что иное, как отсутствие этой самой демократии. Граждане Ирана, получившие ранения в ходе подавления протестов, захлебнувшись всю страну, официально подали жалобу на силовиков в нескольких провинциях Исламской Республики. Жертвы полицейского насилия рассказали об использовании правоохранителями различного вида оружия, в том числе боевого, против безоружных людей. Целью было подавление голоса иранцев протестующих против репрессий и насилия со стороны властей в отношении мирных граждан. Жертвами полицейского насилия в Иране стали не только участники акций протестов, вспыхнувших в стране в сентябре 2022 года, но и те, кто оказался на месте событий случайно. Правоохранители для подавления протестов использовали различного рода огнестрельное оружие, дробовики и картечи среднего размера. По словам участников демонстрации, полицейские намеренно стреляли в глаза протестующих. Многие из пострадавших обратились в суд с требованием привлечения к ответственности, творивших произвол полицейских. В социальных сетях, в том числе в Твиттер и Инстаграм-аккаунте 1500 Тасфир, размещена серия фотографий и видео, доказывающих зверства, совершенные иранскими полицейскими. В ходе протестов было убито более 500 человек, тысячи ранены. Многие из этих людей получили ранения в глаза, в результате лишились зрения. Среди них есть и те, кто не принимал непосредственное участие в массовых беспорядках, но тем не менее подвергся жестокому насилию со стороны полиции. Представители правоохранительных органов не щадили никого. Пули настигали проезжающие мимо машины, людей, смотрящих из окон своих домов. Сегодня многие из них обратились с жалобами в суд, но не уверен, что голос этих людей будет услышан, и они смогут добиться каких-то результатов. Никто не станет разбираться в этом деле. Иранский режим, игнорируя проблемы своего населения, демонстрирует вовлеченность во внутренние дела и политическую жизнь других стран. Так, Тегеран крайне возмущен развивающимися отношениями Израиля со странами региона, в частности, с Азербайджаном. Недовольный этим Тегеран разбрасывается угрозами и порой даже пытается воплотить их в жизнь. Греческая полиция 27 марта сообщила об аресте двух граждан Ирана, планирующих нападение на израильский ресторан в Афинах. Израильская разведывательная служба Моссад оказывала помощь греческим властям в выявлении террористов. Позже израильская сторона заявила, что планируемое нападение на ресторан является частью деятельности обширной иранской сети, действовавшей во многих странах. В Греции распространилась новость об обезвреживании иранской группировки, которая готовила нападение против израильтян, проживающих там. Думаю, что открытие посольства Израиля в Азербайджане спровоцировало Иран на подобного рода провокации. Ни Азербайджан, ни Израиль не вмешиваются во внутренние и внешние дела Тегерана. Ирану же всегда было свойственно вести политику, направленную на дестабилизацию в регионе. Они открыто объявляют Израиль своим заклятым врагом. Насчет Азербайджана пока молчат. Однако своими действиями демонстрируют недружественное отношение к Баку. Власти Ирана также пытаются использовать протесты в Израиле, чтобы усугубить ситуацию в стране. Представитель корпуса Стражей Исламской Республики уже призвал палестинцев воспользоваться протестами в Израиле для дестабилизации ситуации в стране. Генерал Рамезан Шариф назвал израильские территории оккупированными и призвал палестинских боевиков использовать ситуацию в свою пользу. Переходим к экономическим новостям, которые представит моя коллега Анастасия Панарина. Достигнута политическая договоренность о начале в текущем году поставок 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию. Такое заявление озвучил министр иностранных дел и торговли в Венгрии Петер Сиарта по итогам встречи министров стран-членов организации Тюркских государств Будапеште. По его словам, Венгрия, Болгария и Румыния готовят соглашение для поставок газа из Азербайджана. Позже стороны подпишут долгосрочный контракт на поставку около 2 миллиардов кубометров в год. Газ будет поступать транзитом через Турцию и соответствующие компании сейчас обсуждают детали этой работы. На данный момент необходимо определенное развитие инфраструктуры в Юго-Восточной Европе. Для решения этой задачи Венгрия объединила усилия с Болгарией и Румынией. Соглашение будет подписано в конце апреля, констатировал глава венгерского МИД. Для нас диверсификация означает возможность закупать энергоносителей из максимально возможного числа источников и по максимально возможному количеству маршрутов. Энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без участия тюркских государств. Поставки в Венгрию, гарантированные долгосрочными контрактами, осуществляются в первую очередь через Турцию. В прошлом году по газопроводу турецкий поток поступил от 4,8 млрд млн кубометров газа. Что касается новых источников, среди них Азербайджан является наиболее реалистичным. Между тем, сохраняются опасения по поводу безопасности энергоснабжения из-за непредсказуемой конъюнктуры рынка и метеорологических условий. Выступая на пресс-конференции глав Минэнергетики ОТГ, министр энергетики и природных ресурсов Турции, Фатих Донмяс отметил, что геополитическая напряженность также влияет на эти опасения, вызывает нестабильность на рынках и приводит к росту цен. По этой причине диверсификация ресурсов и маршрутов чрезвычайно важна с точки зрения безопасности энергоснабжения. Она требует сбалансированного, долгосрочного и рационального планирования. Министр подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в рамках организации турецких государств и подчеркнул, что эти страны имеют взаимодополняющие характеристики во многих сферах. Этот потенциал важно использовать для реализации многонациональных энергетических проектов. Фатих Донмяс также сообщил, что в ближайшее время будут удвоены мощности одного из крупных международных проектов трансанатолийского газопровода. Мы внесем позитивный вклад в благосостояние стран-членов и стран-облюдателей нашей организации, объединив Восток и Запад Каспи. В целях увеличения разведки и добычи нефти и природного газа, укрепления соответствующей инфраструктуры за счет диверсификации источников поставок углеводородов, мы продолжаем наши усилия по созданию центра торговли газом в нашей стране, расширение использования возобновляемых источников энергии, диверсификации нашего энергетического разнообразия путем добавления атомных электростанций и дальнейшему повышению энергоэффективности. Турция готова к любому виду сотрудничества, обмену знаниями и опытом со странами-членами и странами-наблюдателями организации тюркских государств. Для повышения конкурентноспособности местного производства в Азербайджане будут оптимизированы импортные таможенные пошлины на сырье. Этот вопрос был поднят на очередном заседании экономического совета, сообщили в Кабинете министров Азербайджана. На заседании, прошедшем под руководством председателя Совета, премьер-министра Азербайджана Алиасадова, подробно обсуждались оптимизации увозных таможенных пошлин на сырье, а также товары промежуточного цикла производства. Это нацелено на повышение конкурентноспособности местной продукции и производственной сферы, согласно плану мероприятий «Стратегия социально-экономического развития Азербайджана» на 2022-2026 годы. Также на заседании экономического совета были рассмотрены вопросы развития ненефтяной экономики, направления и механизмы стимулирования стратегических инвестиционных проектов для устойчивого развития и другие актуальные вопросы. По вопросам, вошедшим в повестку заседания, был представлен доклад министра экономики Микаэла Джабарова. Члены совета обменялись мнениями и предложениями. В свою очередь, Баку и Рим оценили перспективы сотрудничества между таможенными органами двух стран в направлении обмена первичной информацией. Это обсуждалось в ходе встречи председателя Государственного таможенного комитета генерал-лейтенанта таможенной службы Шахина Багирова с послом Италии в Азербайджане Клаудио Тафури. Была отмечена важность установления более эффективных и деловых отношений в таможенной сфере. Также в ходе переговоров было подчеркнуто, что Италия является одним из важных торговых партнеров Азербайджана, а таможенные органы внесли важный вклад в развитие и регулирование торгово-экономических отношений между двумя странами. Открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве открывает новые возможности для бизнеса, уверены эксперты. В целом новый уровень дипломатических отношений двух стран еще больше расширит экономическое сотрудничество. Отметим, что в прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 85%. Два государства сотрудничают по многим направлениям, в том числе и в энергетическом секторе. Так, Баку обеспечивает более трети потребности Израиля в нефти. Кроме того, в Азербайджане действуют 114 израильских компаний. И, по мнению израильских экспертов, республика является самым важным партнером в регионе, в том числе благодаря созданию благоприятных условий для инвестиций. Ранее израильский посол Джордж Дик сообщил, что в следующем месяце Баку примет заседание совместной межправкомиссии, в ходе которого будут обсуждаться экономические моменты взаимодействия. Среди подписанных документов будет, как ожидается, соглашение, которое обеспечит поступление израильских инвестиций в Азербайджан в размере 200 миллионов долларов. Для меня, в первую очередь, важно, что теперь мы сможем узнать друг о друге еще больше того, чего не знали раньше. Это взаимный обмен культурой, это взаимный обмен теми знаниями, которые есть в каждой стране. Также, конечно, это большое подспорье для коммерсантов. Это возможность создания взаимного бизнеса, который даст толчок к развитию экономики наших стран. Это трудно переоценить, и я надеюсь, что с этого момента наши отношения будут развиваться еще более благотворно, еще более разумно. И, во всяком случае, сейчас точно понятно, что мы настоящие друзья. Это, безусловно, хорошая новость. Я вас еще раз всех поздравляю. Надеюсь, что мы скоро с вами увидимся, что еще больше туристов приедет в наши страны, что мы сможем еще больше узнать о нашей культуре. И это будет начало очень прекрасной и настоящей дружбы. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы поднялись до трехнедельного максимума. Связано это с тем, что Центробанки мира, как ожидается, вскоре прекратят повышение учетных ставок, а банковский кризис удастся сдержать. Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился более чем на 1% и составил почти 455 пунктов. Предположения о прекращении ралли учетных ставок Центробанков основаны на том, что аналитики, опрошенных агентством Блумберг, в среднем прогнозируют замедление инфляции. Крупнейшей экономике еврозоны Германии в марте инфляция замедлится до 7,5%. Такие же благоприятные прогнозы даются по Испании и Австрии. И, кстати, Блумберг отмечает подорожание на 3% ценных бумаг, выпущенных Anglo-Action Mining, которое добывает золото и медь в Азербайджане. Компания объявила о планах удвоить в следующее пятилетие производство металлов благодаря освоению четырех рудников на территории республики. Ну что ж, это были все новости экономики. К этому часу мы будем и дальше следить за ходом событий как в мире, так и в регионе. РУФАТ. Спасибо, Анастасия. Экономический блок представила Анастасия Панарина. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на CBC, чтобы быть в курсе событий. Анастасия Панарина.